Всю осень жители Ставропольского дома на улице Краснофлотской боялись замерзнуть. Несмотря на холода, в здании никак не могли запустить систему отопления. Казалось, ситуация безвыходная. Решить ее удалось, лишь попав на прием к федеральному депутату Александру Ищенко. Как работает обратная связь с парламентариями, расскажет Катерина Сафонова. Тихий Ставропольский двор на улице Краснофлотской. Месяц назад все разговоры здесь были об отоплении, точнее, о его отсутствии. Люди мерзли, коммунальщики помогать не торопились. Алексей Чайкин с соседями звонили в управляющую компанию десятки раз. Они приходили, что-то говорили, что мы не можем понять, вроде все нормально. В зале есть тепло, в спальнях весь этаж нет тепла. Оказывается, была проблема здесь, в теплосети. Друзья подсказали, искать помощи нужно у депутатов. Алексей пришел с проблемой в приемную федерального парламентария Александра Ищенко. В итоге тепло у людей появилось. В течение двух суток решили и другую многолетнюю проблему жильцов. У меня, допустим, в ванной с освещением прямо капала вода. А она бежала по тех этажу, по стенке и попадала в квартиру. В коридоре и у соседки, в прихожей. Обычно удается разрешить до 70% проблем, с которыми приходят люди. Три недели в месяц Александр Ищенко трудится в столице, остальное время на Ставрополье. Заезжает в города и села, работает и в региональной приемной Дмитрия Медведева. Среди просителей обманутые дольщики с улицы Доваторцев. Жилье им построили, а вот подземный гараж ждут 15 лет. Котлован есть, парковки нет. Вы как думаете, решится проблема? Я думаю, что да. Потому что времена уже другие наступили. Надо действовать, работать. Понимаете, а не просто так отписки делать. В центре города такой котлован. Это немыслимо. Так, арматуры, вот мы передали сейчас фотографии, там страшно творится. Разбирается не только в проблемах, еще рассказывает о программах Единой России, участие в которых помогает делать жизнь комфортнее. А также о работе в парламенте. Например, краевой бюджет приняли с профицитом, в том числе благодаря средствам, выделенным из федерального центра. Утвердили и главный финансовый документ страны. Проголосовали за повышение с нового года минимального размера оплаты труда до 9,5 тысяч рублей. Очень важно. То есть теперь работодатель никакой не может меньше заплатить ни одному работнику своему. И все бюджетные сетки, расчеты привязаны к именно минимальному размеру оплаты труда. Это очень важно для бюджетников, для наших учителей, для социальных работников, для работников культуры и так далее. Поэтому трехлетка наша обеспечена, это тоже очень важно. И мы об этом людям везде говорим. За один день удалось пообщаться с 15 посетителями. За месяц депутат Госдумы принял 50 человек. В конце декабря он по традиции отчитается перед избирателями, что сделал и какие планы на будущий 2018 год.